Спасибо. Антон Антонов, кандидат межгалактических, то есть я хотел сказать кандидат физико-математических наук. И я хотел начать с того, что самые интересные вещи в науке, как правило, происходят на стыках разных областей, на стыках разных специальностей. И вот мне посчастлилось работать как раз в такой вот области. Это стык теории вероятностей, случайных процессов, программирования, вычислительных методов. Но прежде чем я начну свой доклад, я хотел бы сказать следующее. У нас сегодня пятница, конец тяжелой рабочей недели. И, конечно, в Санкт-Петербурге все пятницу вечером стараются культурно отдохнуть. Ну, пойти на выставку или в галерею, или, может быть, в оперу. А вы здесь вместе с нами, и за это вам большое спасибо. Сегодня мы с вами попробуем вот эту традиционную трубочку забить не кусочком молекулы ДНК, как это обычно бывает, а щепоткой математики. Первое, что я сделал, когда мне предложили сделать этот доклад, я пошел на плейлист Ютуба, курилки Гутенберга, чтобы, так сказать, прочувствовать тему и посмотреть, какие темы уже были, какие темы интересны, и получше прощупать формат. И вот я сел за компьютер и начал смотреть. Ага, вот это интересно, это любопытно. Ну, и через каких-то 4 или 5 часов я смог оторваться от этого занятия. Это время, я считаю, потрачено не зря по двум причинам. Первая причина. Я узнал для себя достаточно много нового и почувствовал себя чуточку умнее, а это очень важно. И второе. Мне удалось собрать статистику тем выступлений на курилке Гутенберга, и этой статистикой я собираюсь с вами сейчас поделиться. Итак, за последние полгода на курилке Гутенберга были просчитаны следующие доклады. По истории 13 докладов, по биологии 13, тройку лидеров замыкает космос с 12 докладами. Кстати, сегодня отличный день для космонавтики. Сегодня завершилась миссия Райзетта. Но математики пока нет. Ну, ничего страшного. Литература и философия 11, психология 10, математика где-то здесь. Здесь должна быть физика, химия 8, технологии 7, экономика, энергетика 7, математика. Ну вот, к сожалению, 0. Но сегодня с вашей помощью я постараюсь вот этот вот 0 превратить, по крайней мере, в единичку. Почему так происходит? Давайте попробуем разобраться, почему математика настолько сложна для публичных выступлений. Вот если мы с вами на секундочку закроем глаза и представим себе слово математика, то, возможно, перед кем-то из вас возникнет вот такая вот фотография. Или какая-то похожая. Кстати говоря, вот эта фотография сделана советским фотографом Всеволодом Тарасевичем. И на ней изображен тогда кандидат, а впоследствии доктор физико-математических наук, профессор Всеволод Вячеславович Балашов. Она сделана в МГУ в 63-м году. И Всеволод Вячеславович после этого следующие 48 лет посвятил преподаванию и научной деятельности в МГУ. И это физика, а не математика. Но не важно. Не важно. Понятно, о чем идет речь. Математика — это довольно сложно. Это очень абстрактно. Математика оперирует очень абстрактными понятиями, поэтому она так сложна для рассказа. Вот первый вопрос к аудитории. Вот это записанное строгим математическим языком определение. Оно зашифрованное здесь понятие очень простое. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто знает, что это такое. Спасибо, спасибо. Те, кто знает, проверяйте себя. Это предел функции. Это элементарное понятие в анализе, одно из самых простых. Но записывается оно вот так сложно, а проходит на пальцах его буквально в школе. Тем не менее, строгим формальным языком она записывается вот так вот громоздко и сложно. Поэтому перед человеком, который пытается что-то содержательное в математике рассказать, неизбежно встают вопросы. А каким образом это расшифровать? А каким образом привести какие-то адекватные примеры? И вообще, как замотивировать? Вот что-то такое сказать, почему это вообще нужно? Вот на эти вопросы мы пытаемся ответить в контексте теории вероятности. Итак, центральное понятие теории вероятностей, центральный предмет, это случайная величина. Когда мы говорим о случайных величинах, то проще всего представить себе такой объект, как игральную кость, игральный кубик. Игральный кубик — это древнейший компонент человека. Игральному кубику порядка пяти с половиной тысяч лет. Это где-то посередине между изобретением колеса и изобретением письменности. Итак, у кубика есть шесть граней. Когда мы говорим о кубике как о случайной величине, мы предполагаем, что у него есть шесть граней, на каждой написано число от одного до шести, и других исходов быть не может. Это значит, что кубик не может застрять на ребре, не может укатиться и потеряться где-то, не может телепортироваться в другую галактику. Шесть исходов и больше ничего. Мы обозначим этот набор буквой омега. Итак, вторая компонента случайной величины — это распределение вероятности. Вероятность выпадения каждой грани в случае обычного игрального кубика мы считаем равной. Равной одной шестой. Итак, у нас есть две компоненты случайной величины. Это система элементарных исходов омега, все возможные варианты от одного до шести, и распределение вероятности. В данном случае все вероятности равны между собой, но это не обязательно. Единственное условие, которое накладывается, — это вероятность должна быть неотрицательной, и в сумме они должны давать единицу. Окей. Давайте попробуем изобразить множество всех элементарных исходов. Вот оно будет представлено каким-то таким образом. Здесь я нарисовал все грани кубика от одного до шести. Теперь, когда у нас есть такая картинка, мы легко можем представить себе разнообразные события. Например, событие х может транслироваться таким образом. Выпало нечетное количество очков. Сюда подойдут исходы 1, 3 и 5, а все остальные не подойдут. Таким образом, у нас будет три исхода из шести, и вероятность этого события — это доля исходов, которые нас устраивают. В данном случае три из шести — одна вторая. Другой пример события — это событие Y, которое может называться, например, выпало количество очков строго больше трех. Тогда у нас устроят 4, 5 и 6, а остальные нет. Так что вероятность события X и вероятность события Y равны между собой и равны одной второй. Теперь, когда у нас есть события, мы можем устраивать комбинации этих событий. Например, если мы говорим о том, что есть события X и Y, то это транслируется так. Выпало нечетное количество очков, которое, в свою очередь, строго больше трех. Сюда подойдет только пятерка. Тогда вероятность такого события — один исход из шести, одна шестая. Похожим образом устроено и объединение событий или событий X или Y. То есть выпало либо нечетное количество очков, либо количество очков строго больше трех. И этому событию удовлетворяют все грани, кроме двойки. Поэтому вероятность такого события — пять шестых. Когда мы оперируем вот такими схемами, и у нас все пространство исходов перед нами, то здесь ошибиться довольно сложно, потому что здесь все понятно. Казалось бы, что сложного. Но вот уже здесь можно совершать разнообразные ошибки. И об одной такой ошибке я сейчас расскажу. Это достаточно жизненная история. Когда я учился на Матмехе, я посещал военную кафедру. Военная кафедра — это уникальное место. Это уникальное сочетание, с одной стороны, унижения, а с другой стороны, без удержанного веселья. Кто был на военной кафедре, тот, конечно, поймет, о чем идет речь. И вот однажды на военной кафедре преподаватели решили нам рассказать немножко математики. Они рассказывали небольшой кусочек из раздела, который называется «Теория игр». Оцените иронию. Единственный раздел математики, который рассказывали в применении к военному делу, — это «Теория игр». Но неважно. Итак, «Теория игр» было предложено решить следующую задачу. У нас есть вражеский танк, который движется на нашей позиции. Мы выставляем две пушки. У каждой пушки по одному снаряду. Эти пушки стреляют одновременно. Поскольку танк подъехал достаточно близко, мы считаем, что вероятность поражения 80%. 0,8%. Тогда нам задают вопрос, какова вероятность того, что танк будет поражен. А танк считается пораженным в том случае, если в него попал хотя бы один снаряд. Ну и тогда преподаватель говорит, ну поскольку вы все здесь математики, то не мне вам объяснять, что вероятность уничтожения танка в этом случае будет равна 0,8 плюс 0,8. После чего он сложил эти два числа в уме, получил число больше единицы, несколько смутился и сказал, ну во всяком случае танк будет поражен практически наверняка. В чем он ошибся? Давайте попробуем разобраться. Итак, мы будем изображать пространство вероятностных исходов, элементарных исходов. В данном случае вот омега. Это удобно представить в виде квадрата. Здесь по одной оси это первая пушка, по второй оси вторая пушка. Тогда Событие А. Это танк поражен дважды. Событие Б. Танк поражен второй пушкой, но не первой. Событие С наоборот. И событие Д. Танк остался невредим. Когда преподаватель складывал 0,8 плюс 0,8, он сделал следующее. Он сложил вероятность АС плюс вероятность АБ. Таким образом, 0,8 плюс 0,8, он вероятность А учел дважды. Поэтому, чтобы получить правильный ответ, нужно эту вероятность еще раз вычесть. Тогда мы получим 0,8 плюс 0,8 минус 0,8 в квадрате, площадь А, 0,64, и получим правильный ответ 96. 0,96, 96%. Но эту же задачу гораздо проще решить другими способами. Нас интересует сумма вероятностей событий А, Б и С. Это то же самое, что из единицы вычесть вероятность события Д. или единица минус 0,2 в квадрате, то есть 0,04, и тот же ответ 96. Ну хорошо. Вот в предыдущих примерах мы могли изобразить пространство элементарных исходов омега. Но в некоторых задачах изображение такого пространства очень трудно. Я предлагаю вам следующий эксперимент. Вот мы будем бросать не один кубик, а сразу 100. И нас будет интересовать сумма очков, которые выпали на всех 100 кубиках. Вот такими бросками мы и будем заниматься. Но при этом считаем, что все броски независимы. Нас будет интересовать сумма вот этих 100 бросков. И нас интересует вероятность того, что сумма попадает в диапазон от 350 до 500. Минимальное значение этой суммы это 100, если каждый кубик выпал единичкой, максимальное 600. Нас будет интересовать диапазон от 350 до 500. В чем здесь проблема? Если мы захотим изобразить здесь пространство элементарных исходов в виде таблицы, то эта таблица будет размера 6 для одного кубика умножить на 6 для второго и так далее 100 раз. Это 6 в степени 100. Чтобы вы могли себе представить это число, это примерно 10 в степени 78. Это, опять же, примерно 1 сотая часть всех элементарных частиц в наблюдаемой Вселенной. Так что здесь, на этом слайде, такая таблица точно не поместится. Поэтому. А, да. Ну вот, собственно, я знаю, как это посчитать. Есть аналитический расчет, который позволяет посчитать вот эту вероятность. И вот это последний шаг в этом подсчете. Он достаточно громоздкий, и здесь я его тоже не привожу. Но, тем не менее, способ есть. И вот те из вас, кто хорошо владеет навыком устного счета, легко проверят, что результат будет чуть больше половины. Что довольно естественно. 51% и 2 десятых. Хорошо. Вот это истинный ответ, настоящий ответ, который мы знаем. Вероятность. Вот это заметим, что вероятность, когда мы определили наш эксперимент, бросок 100 кубиков, и считаем сумму. Здесь вот эта вероятность, строго зафиксированное число, оно не зависит ни от каких экспериментов. Это строгое число, оно известно нам априорно. Хорошо, запомните это число. Но как нам быть, если мы не хотим заниматься вот таким вот подсчетом? Здесь нам поможет один прием, о котором я хотел вам рассказать. Вместо того, чтобы считать какую-то вероятность на бумаге, мы можем написать короткую программу, использовать для этого любой компьютер, любой телефон, современный это потянет. Здесь всего 5 строчек, и в этих 5 строчках мы занимаемся симуляцией вот этого эксперимента. Мы повторяем этот эксперимент, который мы описали, броской 100 кубиков, мы повторяем этот эксперимент 1 миллион раз. И считаем долю тех сумм, которые попали в указанный диапазон. От 350 до 500. Вот такая программа работает где-то секунду или полторы, может быть. Здесь всего 5 строчек. В данном случае код написан на языке R, но для этого подойдет любой другой язык. Я показываю вам код не для того, чтобы вы в нем разбирались, а для того, чтобы показать вам, что это, во-первых, очень коротко, а во-вторых, для того, чтобы кто-то из вас смог потом эту презентацию скачать и убедиться, что это действительно так. Это называется воспроизводимость научных исследований. Окей, ну вот мы запускаем нашу программу, проводим тысячу экспериментов за секунду или две, и получаем результат 51,02%. Мы получили это с точностью до третьего знака, и это заняло у нас всего 2-3 минуты на написание программы и еще пара секунд на ее исполнение. Вот такой вот метод, когда мы вместо того, чтобы считать какую-то вероятность аналитически, прогоняем множество экспериментов и считаем долю удовлетворяющих нас событий и приближаем таким образом искомую вероятность. Такой метод называется метод Монте-Карло. Метод Монте-Карло зародился еще во время Второй мировой войны, но был долгое время засекречен, поэтому первая публикация в 1949 год. Девиз Монте-Карло вот такой. Вместо того, чтобы считать на бумаге, мы симулируем много-много экспериментов и получаем приближение нужного результата. А за методом Монте-Карло стоят три человека. Во-первых, это американец польского происхождения Станислав Улом, американец греческого происхождения Николас Метрополис и американец австро-венгерского происхождения Джон фон Нейман. Они все втроем работали над Манхэттенским проектом, а после этого, уже после войны, метод Монте-Карло использовался для того, чтобы, как говорили раньше, обуздать энергию атома и направить ее в мирное русло, а именно для проектирования безопасных реакторов. Окей, хорошо. Про метод Монте-Карло вы не забывайте, мы к нему еще вернемся. А пока теперь я предлагаю вам следующий эксперимент. У нас теперь не 100 кубиков, мы взяли эти 100 кубиков, 98 из них отложили, оставили только 2. Нас будет интересовать достаточно простая вероятность. Какая вероятность того, что сумма броска двух кубиков будет равна 8? Считаем опять же, что броски независимы. Для того, чтобы ответить на такой вопрос, мы можем изобразить таблицу всех элементарных исходов. В данном случае она не 6 в сотой, а 6 всего лишь в квадрате, 36 ячеек. По одной оси мы откладываем красный кубик, всевозможные исходы, по другой оси синий. Теперь мы будем отмечать те исходы, которые нас устраивают. Всего этих исходов 36, все они равновероятны между собой. Тогда те из них, которые нас устраивают, это 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 и 6,2. Всего их 5 из 36. Поэтому такая вероятность равняется 5,36. Хорошо. Теперь я предлагаю вам следующее. Вот я стою здесь на сцене, бросил эти два кубика, знаю результат, он у меня перед глазами, но вам я его не говорю. Поэтому для меня случайной величины уже нет. для меня есть просто зафиксированное количество грани на каждом кубике, а для вас это по-прежнему случайная величина. Поэтому вероятность того, что сумма двух кубиков для вас по-прежнему 5,36. Теперь я говорю вам следующее. Красный кубик выпал четверкой. Каким образом теперь это знание повлияет на распределение вероятности? Здесь мы поступим следующим образом. У нас есть такая же таблица. Теперь мы будем вычеркивать те исходы, которые нас точно не устраивают, которые точно не сбылись. У нас останется один столбик. Таким образом, ваше вероятностное пространство для вашей случайной величины из 36 исходов превратилось в 6 исходов. Из них вас устраивает только один, 4,4. Таким образом, такая вероятность это один из шести, одна шестая. Хорошо. Теперь продолжаем наше бросание кубика. Я бросил кубики еще раз. Снова закрыл их рукой и говорю, теперь я знаю, что сумма двух кубиков равна 8. Меня будет интересовать вероятность наоборот. Какова вероятность того, что красный из них выпал четверкой? Поступаем точно так же. Только нас будет интересовать теперь не диагональ, а вот этот столбец. После этого мы опять же вычеркиваем все элементарные исходы, которые нас не устраивают, которые точно не выпали. Получаем всего пять исходов. Из них нас по-прежнему устраивает только один, 4,4. Вероятность такого события – 1,5. Вот такой эффект, когда распределение вероятности меняется в зависимости от получения новой информации, называется условная вероятность. Вот эта вертикальная черта означает при условии. Вероятность того, что красный выпал четверкой, при условии того, что сумма их равна 8. Итак, как вы уже видели на предыдущих слайдах, новая информация может менять распределение вероятности. При этом каждое событие, которое я вам открываю, каждый новый кусочек информации может менять это распределение по-разному. Так, например, если я говорю, что сумма из 2 кубиков – это 8, это один случай, одно распределение вероятности. Если я говорю, что красный выпал четверка – это другое. Наконец, если я говорю, что за окном идет дождь, то это никак не влияет на вероятность на пространство. Поэтому не все события влияют на распределение вероятности, но какие-то влияют. И разные могут влиять по-разному. И второй вывод отсюда – вот такой. В общем случае нельзя утверждать, что вероятность события А при условии Б равняется вероятности события Б при условии А. Другим образом, менять местами вот эти события нельзя. Как мы видели ранее, 1,6 и 1,5 может получиться. Они в общем случае не равны. Ну хорошо, скептически настроенный слушатель скажет, ну я, собственно, не ожидал этого, а с чего бы этим вероятностям быть равными? Я вам приведу пример тут же. Этот пример очень известен. В 1978 году было проведено исследование. Среди медицинских работников, квалифицированного персонала. Им задавали следующий вопрос. Вот у нас есть редкая болезнь, и болеет всего один человек из тысячи. Вот у нас есть новый тест, который мы предлагаем вам опробовать. У него точность 99%. Здесь 1% ложные положительные срабатывания, а ложно-отрицательных вообще нет. Я сейчас поясню, что это такое. Чуть дальше. Но пока считаем, что точность теста 99%. Теперь мы обидем случайного человека с улицы, заставляем его пройти тест, и оказывается, что тест положителен. Врачи спрашивали, какова вероятность того, что пациент в этом случае болен? Ну хорошо, давайте с вами попробуем провести такой же эксперимент. Я дам вам, наверное, секунд 5-6. Может быть, кто-то из вас решит просто проверить свою интуицию, а кто-то, может быть, даже успеет посчитать. Так, а теперь мы с вами будем голосовать. Но первый вопрос, который напрашивается, а кто считает, что вероятность 99%? Есть ли такие? Есть, да. Но я заспойлерил. Конечно, это не 99%. Это было бы слишком просто, и я бы тогда не рассказывал про этот пример. Ну хорошо, давайте теперь устроим нетривиальное голосование. Будем голосовать за диапазоны. Поднимайте руки, если вы видите свой диапазон. От 50 до 75%. Хорошо. От 0 до 25%. Хорошо. От 75 до 99%. Спасибо. И последний 25-50. Хорошо. Ну проголосовало где-то половину, наверное, да. Хорошо. Ладно, хорошо. Теперь давайте попробуем определить, какова же истинная вероятность. А если вы проголосовали, запомните свой вариант. Посмотрим, как работает ваша интуиция. Хорошо. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно рассмотреть несколько событий. Вот здесь событие А формулируется как пациент болен. Отрицание события, это вертикальная полоска сверху, не А. Пациент не болен, то есть пациент здоров. Далее. Рассматриваем событие Б. Тест положителен. И событие не Б, тест отрицателен. Что нас просят найти? Нас просят найти вероятность события А при условии Б. Вероятность того, что пациент болен при условии того, что тест положителен. Теперь давайте попробуем выудить какую-то информацию из условия. Что нам известно? Нам известно, что ложно-отрицательных срабатываний нет. Ложно-отрицательное срабатывание, это когда тест положителен, а пациент при этом болен. То есть, точнее, наоборот, таких нет. Поэтому вероятность того, что тест положителен, если пациент болен, всегда единица. Мы всегда ловим тех, кто по-настоящему болен. Мы на этом не ошибаемся. Теперь, что касается ложно-положительных срабатываний. Вероятность того, что тест положителен при условии того, что пациент здоров, это называется ложно-положительное срабатывание. Вероятность такого срабатывания 1%. 1 сотая. Таким образом, что то же самое, вероятность того, что тест отрицателен при условии того, что пациент здоров, 99%. Ну хорошо, это то, что мы знаем из определения, из условия задачи. Поможет ли это нам как-то? Вот откуда взялось 99? Оно вот оттуда. Большинство работников в том тесте, естественно, отвечает 99% и ошибается. Но смотрите, нас интересует вероятность А при условии Б, а здесь все вероятности, которые я написал, наоборот, Б при условии А. Так что, как говорил в таких случаях мудрый Оби-Ван, это не те вероятности, которые мы ищем. Как нам найти вероятность А при условии Б? Для этого нам нужно рассмотреть только тех людей, которые попали в эту категорию. Только тех людей, которые попали в категорию тест положительным. Это может случиться в двух случаях. Первый случай — это когда пациент по-настоящему болен, и мы его поймали тестом. Либо второй пациент не болен, но он попал на ложноположительное срабатывание. Поэтому слева в знаменателе мы указываем тех людей, которые больны. Это один из тысячи. А справа все оставшиеся здоровые, 999 тысячных, умножить на 0,01 на ложноположительное срабатывание. Нас интересует доля первых из них. Тогда делим одно на другое, получаем примерно 9%. Так что вот те из вас, кто проголосовали за диапазон от 0 до 25, сделали правильно. Итак, давайте еще раз осмыслим, что произошло. У нас достаточно редкая болезнь, а тест достаточно точный. Тем не менее, если мы назначаем пациенту теперь какое-то лекарство, то он будет принимать его, будет огребать какие-то побочные эффекты, а вероятность того, что он на самом деле болен, меньше 10%. Хорошо. Но это мы посчитали, так сказать, руками. Как удостовериться в том, что наш ответ правильный? Как удостовериться в том, что мы нигде не пробрались? Такое может быть. Ну хорошо, давайте попробуем применить метод Монте-Карло. Для этого мы возьмем миллион людей, каждого тысячного из них заразим болезнью, и после этого будем прогонять тесты и смотреть, а кто из них попал в какую категорию. Тогда вот результат этого эксперимента, ну здесь тоже не очень большая программа, она работает тоже секунду, может быть, две, 9,1% на миллионе испытаний. Если нам нужна, скажем, оценка поточнее, то мы можем взять город побольше. Хорошо. Что делать в этой ситуации? Каким образом улучшить точность нашего теста? Ответ простой, надо провести повторный тест. Тогда вот эта вероятность превратится в несколько другую вероятность. Здесь слева по-прежнему стоят те, кто больны по-настоящему, которых мы поймали тестом, а справа мы устанавливаем дополнительный фильтр. Тест должен сработать ложным положительно два раза подряд. Вот эта дополнительная добавка, она смещает пропорцию в сторону тех, кто по-настоящему болен. И поэтому такая вероятность, это уже почти 91%. Ну и опять-таки, как нам это проверить? Использовать метод Монте-Карло. Опять же, берем тот же самый город, прогоняем всех через тестирование второй раз, считаем долю людей, которые попали в нужную нам категорию, получаем ответ достаточно близкий до третьего знака, до второго знака точный. Ну вот восьмерочка и девяточка достаточно близки. Так что в этом случае мы получили ответ с точностью до третьего знака, в том до второго. Ну если нам опять же нужно поточнее, возьмем просто побольше экспериментов. Хорошо. И последнее, что я хотел здесь рассказать, это известная байка про бесконечное количество обезьян из ранее сочинения Шекспира. Известно, что если взять бесконечное количество мартышек, каждый выдать по печатной машинке, и дать им бесконечное время, то рано или поздно какая-нибудь из них напечатает всего Шекспира. Но мы отвлечем обезьян от литературы и вместо этого посадим их торговать на фондовой бирже. Посмотрим, что из этого получится. Вот на ваших глазах я сейчас попробую провести эксперимент стоимостью миллион долларов. О, миллиард долларов. Итак, у нас есть следующие условия. Мы сажаем, просим у литераторов 10 тысяч обезьян и сажаем их в следующие условия. Средний темп роста рынка фондовых акций 12%. Мы берем даже не 10 тысяч, а 100 тысяч инвесторов. И каждой мартышке даем по 10 тысяч долларов. Хорошо, пускай эти мартышки теперь торгуют каждую неделю в течение 20 лет. При этом каждую неделю цена акции, которую они выбирают, колеблются в диапазоне от плюс 5 до минус 5 процентов стоимости акций. Это значение мы будем сравнивать с очень консервативной стратегией, которая называется buy and hold. Buy and hold — это вы берете индекс акций, покупаете его один раз и держите все 20 лет. В среднем рынок растет, так что что-то вы заработаете. После этого никаких сделок больше не производите. А мартышки в это время будут делать сделки, и сделки все будут случайными. Посмотрим, к чему это нас приведет. Для того, чтобы такой эксперимент провести, мы воспользуемся одним методом. Возможно, вы догадались, о каком методе идет речь. Первая буква M. Здесь чуть побольше программы, но настоящая симуляция — это только 5 строчек из нее. Еще 5 — это установление констант, и нижняя половина — это просто печать результатов. Итак, результаты эксперимента. Работает он тоже секунду-две, где-то около того. Итак, всего инвесторов у нас было 10 тысяч. Начальный капитал у каждой… Ой, точнее 100 тысяч. Начальный капитал 10 тысяч долларов. Стратегия buy and hold за эти 20 лет заработала 100 тысяч долларов. Худший инвестор, худшая мартышка, она проиграла почти все деньги, которые у нее есть. Зато лучшая заработала 4 миллиона долларов. При этом пропорция неудачливых и удачливых инвесторов, ну неудачные — это те, которые меньше buy and hold заработали, примерно 2 к 1 в сторону неудачливых. Ну и, наконец, миллионеров, которые заработали больше миллиона долларов за эти 20 лет, больше 200. Теперь, поскольку доклад по теории вероятности, кто-то из вас наверняка рано или поздно ожидал увидеть нормальное распределение. Вот оно. Вот так распределены деньги всех мартышек по результатам торговли. Есть ось логарифмическая. Значит, вот слева 10 тысяч долларов начальный капитал. Потом вот оранжевая линия — это стратегия buy and hold. И вот в самом правом кусочке, вот там находятся наши золотые ребята, которые купили себе по квартире, по машине и вообще устроились по жизни неплохо. Так что теперь, когда вы увидите в продаже книгу что-нибудь вроде 15 секретов успешной торговли или как я заработал свои миллионы на Уолл-стрит, вы имеете в виду, что автором этой книги может оказаться кто-то из левой части, кто-то из середины и, может быть, даже кто-то из правой части, но это еще не значит, что они самые умные и финансовые гении. Это всего лишь может означать, что им просто крупно повезло. Ну и закончить я хотел тремя главными идеями. Три самые основные мысли, которые я хотел подчеркнуть. Первое. Заниматься математикой сложно. Фундаментальные исследования в математике очень важны. Я сейчас говорю не про себя, я занимаюсь на 80% прикладными вещами. Но кто-то занимается разработкой новых теорий и доказательством новых теорем. И вот там вот нам очень нужны новые исследования. Поэтому нам нужно больше исследований, больше грантов и больше интереса со стороны широкой публики к сторону математики. Это первая мысль. Вторая. Теория вероятности — это сложная штука. Вероятности часто бывают весьма обманчивы. Поэтому, когда речь идет не о каких-то там абстрактных вероятностях, вроде вероятность встретить динозавра на улице, а о таких, которые касаются в той или иной степени каждого, я говорю о медицинских и финансовых рисках, все может быть очень сложно. Поэтому всегда будьте очень аккуратны, когда речь идет о вероятности. И третье. Вот в том случае, когда оценка вероятностей сложная, непонятно как подступиться, вот здесь верным другом будет метод, который называется Монте-Карло, который вместо того, чтобы разыгрывать эксперимент, симулирует его на компьютере. Ну и что я хотел сказать в завершении. Единственное, что мне остается вам пожелать, это то, чтобы в любых ваших начинаниях вам сопутствовала фортуна, ну и ответить на вопросы, если таковые, конечно, имеются. Спасибо. У кого есть вопрос, поднятая рука, и к вам подойдут активные люди, которые помогут в этом. Вот там, где было распределение мартышек, там получается, что удачливые и неудачливые были относительно buy and hold. Да? Удачливые и неудачливые были относительно buy and hold? Да, считаем, что объединка удачливая, если ей удалось заработать больше, чем средний индекс, вырастая эти годы. А если относительно начального… А, ну там… Нет, ну это там сложно все проиграть. Там таких совсем мало. Понятно. Спасибо. Что, у кого-то еще есть вопросы? Антон, спасибо большое. Там, где эксперимент медицинский, мы считаем, что события независимы, да, два раза, когда мы проигрываем? Да, да, конечно, конечно, безусловно. Да, конечно, там какие-то моменты я специально опускаю, там вот что касается независимости событий, я всегда это подразумеваю, но я решил на всякий случай формального понятия независимости не вводить. Да, действительно, там и броски всегда независимы, и здесь торговля там независимы друг от друга, все всегда независимо. Антон, привет, я слева от тебя. О, да. Да. Спасибо большое за математический доклад. Спасибо за спасибо. Я думаю, еще раз поаплодируем. У меня такой вопрос. Мы с другом поспорили на тему мафии. В общем, мы четыре раза подряд играли в мафию, и я был доктором. И на пятый раз он говорит, вот ты по-любому сейчас не доктор. С точки зрения вероятности, он прав или нет? Это зависит от того, кто тасует карты. Вот если бы вы играли не в мафию, а, скажем, в покер, вот тут уже возникают серьезные вопросы относительно тасующего. Ну а так, если считать, что колода полностью независимо перемешивается, хотя вот на самом деле вопрос тасования колоды не так прост, как кажется, потому что есть специальные эксперименты, которые тасуют как раз колоду. И вот то, что как мы с вами обычно тасуем колоду, вот это, конечно, там никакой независимости нет. И то, как мы пытаемся перемешивать колоду, там, конечно, все последовательности, там частичные последовательности всегда возвращаются на свое место. Так что в случае, если, скажем так, вы играете с человеком, тогда возможны разные случаи. Но если вы играете с компьютером, то вероятность быть доктором на следующий, он никак не зависит от предыдущих раскладов и по-прежнему равна там вот один на количество играющих. Здравствуйте. Хотел узнать, а почему во втором случае у нас одна пятая, и вы не учитывали один и четыре? То есть там были все числа с четверкой, кроме единицы. Это самое-самое начало? Или где? Ну да, где-то в начале. Давайте перемотаем, посмотрим. Да, с кубиками. Все, назад. Еще раньше? Да, ну точнее вперед теперь, наверное. А, нет, уже вперед. Дальше? Да, да, ну где-то здесь мы разбирали, да. Так, так, так. Была одна шестая сначала, а потом одна пятая. Да, вот одна шестая. Да, потом дальше одна пятая. А вот здесь одна пятая? Почему у нас здесь нет с четверкой единицы? Так, смотрите, я говорю, что сумма равна восьми. Я говорю вам, что сумма двух кубиков равна восьми. Да. Мы выкидываем все исходы, в которых сумма не равна восьми. Остается из них только пять. Вот эта диагональ. А я спрашиваю вас, какая вероятность теперь того, что красный выпал четверкой? Вы говорите, ага, сколько у меня осталось исходов? Мое пространство, омега, сузилось до пяти исходов. Из них меня устраивает только желтенький, 4,4. Таким образом, вероятность, это доля благоприятных для вас исходов, один из пяти. 20%. Спасибо. Вероятность, это доля исходов, которые вас устраивают в этом случае. Ну что, вот еще кто-то есть, еще какой-то вопрос есть. Антон, спасибо за доклад. Ты не мог бы ответить на такой вот вопрос сейчас? Большинство исследований в естественно-научном мире опирается на такую вещь, как проверку гипотез, которая невероятно сильно связана именно с теорией вероятности. И поскольку там вероятности рассчитываются сложно, и проверка гипотез становится такой немножко теневой штукой, ты не мог бы как-то прокомментировать, насколько сильны проблемы, скажем так, в этом секторе? Спасибо. Достаточно сильны. Да, спасибо за вопрос. Достаточно сильны, да, потому что если речь идет о математической статистике, как о инструменте проверки гипотез, то, к сожалению, у нас всегда есть результат, который мы хотим добиться. Этот результат — это статистическая значимость. Таким образом, даже если наши данные, ну скажем так, немножко не удовлетворяют этому, то мы постараемся что-то такое с ними сделать, ну может быть, из всех испытуемых выделить часть, или как-то их перемешать, или может быть как-то оставить в сторону контрольную группу, так, чтобы у нас получился не случайный эффект, чтобы мы могли заявить, что там P-value, оно там вот, значит, меньше чего-то, и поэтому результат наш вот, значит, стоит напечатать. Это, конечно, некий перекос, и поэтому там большинство исследователей могут вести себя не очень корректно в этом случае. А там нужны специальные поправки, которые там все учитывают. Ну, в общем, проблемы действительно есть. Проблемы действительно есть. Вот, кстати, не так давно я видел, было произведено опубликованное исследование, в котором взяли базу публикаций медицинских, по-моему, и искали количество, искали вхождение в слово P-value, и считали, какие P-value там указаны. И 99% падает вот в диапазон от 0 до 0,05. То есть научные результаты очень сильно зависят от того, какие P-value мы получаем, и поэтому все остальные результаты просто не публикуются. Так что это достаточно серьезная проблема. Что делать, не знаю. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, каким образом компьютер реализует генерацию случайных чисел, и насколько это совпадает с действительностью? То есть есть ли какая-то разница вообще? Спасибо. Да, генерация случайных чисел на компьютере — это отдельный большой раздел, который лежит между теорией вероятностей и компьютер-сайенс. Это очень большая и достаточно сложная область, и там очень много результатов. И, скажем так, для классов распределений существуют более-менее стандартные алгоритмы. Если речь идет о равномерном распределении, если речь идет о классических распределениях типа нормального и остальные семейства популярные, то там алгоритмы очень давно известны, они очень точные, они проверены много-много раз, и ими можно спокойно пользоваться. А вот если вас интересует какое-то специфическое распределение, вот тогда, конечно, нужно дополнительно убедиться в том, что то, что вы написали, вот генерация этого распределения, она действительно удовлетворяет тем условиям, которые вы на нее накладываете. Это нетривиальная задача, но по этому поводу есть методы, которые позволяют в этом убедиться. Спасибо. Простите, вот на этом слайде в скобках обычное условие или, да, если я правильно понимаю? Так, еще раз, я не расслышал. Вот в скобках обычное условие или записано, да? Нет, нет, нет. Вот эта вертикальная черта, я упоминал об этом, она считается при условии. Просто если прогнать это по Монте-Карло, что тогда будет? Ну, тогда… То есть, если побросать эти кубики, эту пару кубиков, и посчитать, сколько раз выпадет такая комбинация? Да, мы можем и так поступить, и в этом случае. Да, совершенно верно. И оценка будет, ну, вот где-то в районе 20%. Ну, вот если мы бросим там 100 раз, ну, это может быть 23%, 19. Но чем больше мы будем бросать, тем больше эта насимулированная вероятность будет ближе к 1,5. В результате мы должны увидеть 20 с точностью там до третьего, четвертого знака. Здравствуйте. Добрый день. Сейчас подальше микрофон отодвину. С учетом того, что информатика условно мне близка и интересно, и опираясь на вопрос, заданный чуть ранее, про случайные числа на компьютере, на самом деле, как мы знаем, ну, я думаю, определенной частью известно, что это не случайные числа, а псевдослучайные на самом деле. Совершенно верно. И они очень четко зависят от определенных параметров. Почему мы можем считать, что метод Монте-Карло вообще применим для вероятностей, с учетом того, что это не случайные числа, и мы их обрабатываем. И это все непростое совпадение результаты. Хорошо, спасибо. Это, наверное, будет последний вопрос, если вы не против. Значит, да, действительно, это тоже серьезный вопрос, и он ответит на него, я могу примерно так же. Если у нас есть датчик случайных чисел, который генерирует числа, то мы можем устраивать для него разнообразные проверки. Это самая тривиальная, это, конечно, проверка на то распределение, которое мы хотим. То есть мы насимулировали много-много чисел и посмотрели, какое распределение получилось. Значит, если он проходит эту проверку, там есть достаточно строгие тесты на это, если он проходит эту проверку, мы на этом не останавливаемся. Мы можем делать проверку на независимость, например, того, что последовательные испытания, последовательные числа, которые нам выдает датчик, они не зависят друг от друга. статистически. Если он проходит и эту проверку, там есть еще ряд дополнительных проверок, и если нас это устраивает, то мы говорим, что да, мы, скажем так, не нашли основания считать этот датчик дефективным, и мы можем его использовать, но на свой страх и риск. Для наших целей, для целей нашего эксперимента нас устраивает. Ну, когда мы кидаем кубики в казино, мы же тоже можем подходить и спрашивать, слушайте, а у вас кубики-то честные или нет? Ну, считаем, что физическая модель соответствует нашим представлениям. И дополнительно проверяем это. Так, если вы пришли в казино и видите, что кубик 50 тысяч раз подряд выпадает тройкой, то, наверное, у вас какие-то сомнения закрадываются, и вы больше в это казино не пойдете. Вот так и с генераторами. Если вы видите, что какой-то из этих тестов не устраивает вас, вы говорите, это плохой генератор, все, мы его больше не используем. И такие истории были неоднократны. Действительно, были публичные генераторы в виде программного кода, они использовались много где, там в Excel, например, и потом оказывалось, что в каких-то случаях они выдают ну просто не те выпадения каких-то вероятностей не соответствуют распределению. И все. И после этого ее выкидывали на свалку, перерабатывали и заново пересчитывали те результаты, которые получались при этом. Спасибо.